В наше время успешнее всего продается сиюминутное удовольствие. Зрителю, слушателю сегодня некогда выбирать артистов самим. Они пользуются удобными клише, например, звезда оперной сцены. Личное потребление стало главной задачей, а значит и жанр просто концерта исчезает на наших глазах. Кому охота тратить деньги на музыку, когда можно потратить их на чек-ин в нужном месте, который только подтверждает статус посетителя концерта или спектакля. Он успешен и может себе позволить больше других. Вы уже поняли, что вы на канале Сумерки Богов, и это канал для тех, кому небезразлична судьба музыкального театра. В минувшие выходные в Большом зале «Зарядье» состоялось два вокальных вечера. 20 ноября в сопровождении ансамбля «Квеста-музика» под управлением Филиппа Чижевского выступила меца-сопрано Лена Белкина с программой, ария из опер «Россини до Ницетти Беллини». А на следующий день в рамках фестиваля Владимир Спиваков приглашает драматическая сопрано из Норвегии Лиза Давидсон пела с Национальным филармоническим оркестром России, ария из опер «Верди», Чайковского, «Веристов». Близость этих концертов и примерно одинаковый возраст солисток натолкнули меня на размышления о нашей сегодняшней концертной жизни. Если в принципе считать, что жанр концерта из арии «Увертюр» еще не изжил себя, потому что мои подписчики знают, я против этого вечного набора одинаковых арий и вступлений к операм. Конечно, кому-то может показаться, что Лена Белкина не может стоять в одном ряду с норвежской, которая уже выступает с успехом в Лондоне, Нью-Йорке, Байроте, но это имеет значение только для тех, кто оценивает не пение артистов, а их CV. В конце концов, не все вокалисты в мире поют, скажем, в МЭД. Означает ли это, что их не надо слушать? Конечно, нет. Для меня, например, вот эти вечные звезды мировой оперы это лишь повод потребовать от артиста и звездного выступления. А может ли он его достичь вот прямо сейчас, прямо у нас на глазах? Это еще вопрос. Концерт Лены Белкиной обошелся без ярлыков. Мне давно импонирует эта артистка в первую очередь тем, что она прекрасно осознает меру своего дарования, поет репертуар, который ей подходит, и всегда старается выложиться на все сто. Я делал только один ролик о ее удачном выступлении в Орлеанской деве Чайковского в Театре Андервин, столице Австрии, где я впервые услышал Белкину два с половиной года назад. В том спектакле она показала себя талантливой артисткой, благодаря ей не самая выдающаяся постановка сильно выиграла. С тех пор молва приписывает мне мифическое проталкивание Белкиной, хотя она в этом не нуждается, это точно. Артистка выстраивает умело свою карьеру, понимая прекрасно, что ей подходит, а что нет. Впрочем, если кому-то хочется демонизировать меня, пусть демонизирует, потому что я всегда с удовольствием поддерживаю молодых певцов, которые честно трудятся. Лена Белкина весной спела довольно удачный сольный концерт под рояль, о котором я тогда не рассказывал. В том концерте она напугала многих оригинальными каденциями в Арии Розины, многих приятно удивила очень глубоким исполнением, например, Арии Шарлотты из Вертера Масне. В любом случае, последний концерт с оркестром не перекрыл тех весенних впечатлений. Хотя и в нем было немало интересного. Многие прозвучавшие Арии – редкость в нашей музыкальной жизни. А умение петь музыку, скажем, Беллини, понимание стиля этого композитора – это вообще для русских артистов обычно терраинкогнито. Тем более приятно было услышать знаменитую каватину Ромео из Капулетти и Монтеки, которую Белкина спела с молодцеватым задором. А роман с Нелли из первой оперы Беллини «Адельсон и Сальвини», позже переработанный им Варию Джульетты, позволил представить Капулетти и Монтеки и в более полном объеме. Это было интересно. Стал ли этот концерт каким-то выдающимся событием? Вряд ли. Но, скажем честно, в последнее время просто даже страшно, когда на афишах и в рекламе какой-то концерт называют великим событием или уникальным явлением. Как правило, после этого нам дают винегрет из классики и попсы или артисты на сцене только меняют наряды и давно перестали понимать, что такое работать для публики. Концерт «Заряде» Лены Белкиной представил много редкой для нас музыки в серьезном исполнении, когда артист выходит на сцену не для демонстрации этих самых туалетов, а для того, чтобы хотя бы попытаться в таком формате создать образ, наполнив музыкальные пассажи каким-то образным смыслом. При этом разным в разных ариях. Казалось бы, это прописные истины, но сегодня и они становятся редкой составляющей нашей концертной действительности. Мне, например, было очень интересно услышать новую работу Белкиной в опере «Анна Боле Индунецетия». Она только что спела небольшую, но очень эффектную партию Сметана в Женевском театре и показала знаменитую арию из этой оперы на концерте в Москве. Было интересно. Не все на концерте у артистки получилось так, как должно быть. Например, в основной программе неудачно прозвучала ария Россиневского танкреда, как-то куража не хватило. Но этому есть простое объяснение. Концерт в Москве должен был состояться как выступление двух артистов. Но за несколько дней до концерта, до выступления, тенор Эдгарда Рочи объявил, что не смог получить визу. Искать ему замену некогда было, и концерт стал сольным. И, конечно, для Белкиной эта программа была непростой, тяжелой. Тем более, и тут надо сказать ей спасибо. Ибо она не старалась облегчить себе задачу с помощью бесконечных увертюр. Все арии были исполнены с речитативами, сценами их предваряющими. Это тоже сейчас редкость. Артисты чаще готовы петь, скажем, каватину нормы без начала и без кабалеты. Без скучных для неофитов речитативов все-таки музыкальная логика тогда не всегда проступает в целой арии. Может быть, и большой зал для этой певицы великоват. Хотя первое отделение я сидел на балконе, и там было, в общем, неплохо все слышно. А во втором отделении я спустился ниже, потому что не все билеты распроданы были. И там как-то хуже все звучало. Все же никак не могу понять, пока зал в заряде, где на каких концертах надо сидеть. Возможно, усталость артистки не была бы так заметна, если бы не ее ежеминутная борьба с оркестром под управлением Филиппа Чижевского. Удивительно, что вот такие коллективы сегодня кто-то раскручивает и все время проталкивает. На концерте с первых тактов у вертюры Капулетти и Монтеки стало понятно, что даже струнные группы не могут играть идеально вместе. Что баланс между разными группами оркестра не налажен. Что духовые порой заглушают струнные. Так играет оркестр, собранный из случайных людей, которые халтурят свободное от основной работы время в других оркестрах. Считается, что этот коллектив специалисты по музыке барокко, может быть, и так не слышал их давно, но вот музыка итальянской оперы Россини, Беллини, Деницетти оказалась им абсолютно не по зубам. В общем, это был чистейший позор. Филипп Чижевский все время дирижирует в присядку. И это не просто фигура речи. Он действительно дает гопака в такт музыке. На этом прелести его исполнения, в общем-то, и заканчиваются. Он не может заставить своих музыкантов играть вместе. Он не может аккомпанировать певицы. Вновь оказывается, что легко выдавать себя за второго курензиса, но у того люди играют хоть вместе. А тут музыканты с боями прорывались сквозь увертюру к итальянке в Алжире. Было только хорошо, что играли они мало, но певицу было жалко. Особенно, когда Чижевский просто взял и испортил ей два беса. Тарантеллу Россини и Арию из Сарсуэлы, дочери Завидея Руперта Чапе. Вместо того, чтобы играть вместе с певицей, модный дирижер продолжил свой танец маленьких лягушат в более медленном темпе, который ему нравился. В антракте дамы из числа поклонниц назвали дирижера ласково кузнечик. А мне почему-то вспомнилась песенка, которую пели мои родители, когда к ним приходили гости. Папа играл на рояле, а гости подпевали что-то там «Коленками назад». Такая была в их времена шуточная песня про кузнечика. И в этой песне были даже такие строки «Морально разложившиеся коленками назад». Тот факт, что оркестр Чижевского так тянут к вершинам российских рейтингов, это тоже следствие морального разложения нашей классической среды. На фоне этого аккомпанемента «Энфор» под управлением Владимира Спивакова на следующий день выглядел просто шедеврально. Да, традиционно, да, без модных примочек, которые так нравятся критикам и меломанам со стажем, но зато слаженно с балансированным звучанием группы оркестра и балансом с солисткой. Я в свое время принимал участие в организации многих концертов этого оркестра с мировыми звездами, и все они отмечали, что им очень приятно работать с Владимиром Спиваковым и очень удобно. Он как раз хорошо чувствует вокалистов, всегда готов помочь им. Как классно, кстати, он ловил старика нетрепко в свое время в зале Чайковского. Несколько лет назад был такой концерт. Конечно, овертюр в этот вечер было многовато, что меня сразу навело на мысль, что певица хочет больше отдыхать. И не мудрено, ведь для своего московского дебюта Лиза Давицын выбрала не свой традиционный репертуар. Давицын многие сегодня называют уникумом. И во многом это справедливо. В век маленьких голосов и дефицита драматических сопрано она, кажется, одна из немногих, кто сегодня может заполнить своим голосом огромные американские театры и вообще любой зал. На канале я уже несколько раз рассказывал об этой певице, чья специализация немецкая опера. И я уже много раз говорил, что в звезды ее записывать рано. Ее колоссальная природа еще не до конца прошла огранку. Несколько лет тому назад я слушал ее в Ариадне на Наксосе Штрауса, в Эксе, и это было просто плохо. Потом были Тангейзер в Байроте и Фиделио в Лондоне до пандемии, которые дали понять, артистка работает над собой. И, как многие певцы, в начале карьеры она очень зависит от того, в каких условиях выступает и какая цель этих выступлений. И сольный концерт вряд ли может стать правильным шагом в карьере. Особенно, если певица выбирает, видимо, надоевшего ей Вагнера, а пытается исполнять итальянский репертуар. Начала она вообще с Лизой из «Пиковой дамы», которая прозвучала очень странно, без фразировки, но совершенно с нездешним желанием откопать нюансы в этой стандартной для нашей аудитории музыке. А дальше пошли Арии силы судьбы и Отелла Верди, причем Десдемона была спета без песни об Иве. И странным в этом исполнении был даже темп. Порой казалось, что это уже не просто медленное пение, а подъезд к высоким нотам, которые по северной традиции начинаются за половину Арии. Крупная, неизящная певица, на фоне которой любой мужчина выглядит маленьким, поет итальянскую музыку также крупно и неизящно. Чувствуется, что в этом репертуаре у нее карьеры нет, поэтому даже на итальянского коуча не было смысла тратиться. Во втором отделении я подумал, что в Ириске Арии получится у нее лучше, но, увы, и Манон Леско, и Тос Капучини, и Сантуца Маскани, все было спето также посредственно со множеством мелких интенсионных погрешностей. Ну, а потом, наконец, дошла очередь до знаменитой Арии Елизаветы из Тангейзера-Вагнера, и почти все стало на свои места. Артистка точно избавилась от оков, голос ее вырвался на свободу, и это было, наконец, такое пение, которое можно сопровождать что-то там словами про звездность. Хорошо, что Давидсон приехала к нам не бабушкой. Плохо, что она и организаторы концерта решили, что вот эти вечные висидарты и пачи-пачи будут продаваться лучше. В любом случае, в разряде просто хороший концерт, ее выступление смотрится нормально. Давайте перестанем повторять как мантру вот эта звезда мировой оперы. В общем, два нормальных концерта с интересным репертуаром, с красивой музыкой, которую хотелось слушать, с нормальными ценами на билеты, почти приемлемыми. И этим они тоже отличались от огромного количества шоу, которые продают нам по баснословным ценам, а потом участники демонстрируют за наши деньги пение коленками назад. Субтитры создавал DimaTorzok 26 ноября в 19.00 в магазине «Москва» пройдет долгожданная презентация новой книги «Хроники оперы Лихие 90-е». Книгу можно купить и заказать там же в магазине «Москва». В Петербурге она появилась в Доме книги, в подписных изданиях и в магазине «Во весь голос». Если кто-то хочет получить книгу через постамат с моим автографом, пишите мне на почту, которая указана под этим видео. Каждому купившему книгу новогодняя открытка с персональным поздравлением. 4 декабря презентация книги пройдет в рамках 23-й ярмарки «Нонфикшн» в гостином дворе на стенде издательства «Ридеро». Позже объявлю номер стенда. Начало моего выступления в 14.45. Продолжаем розыгрыш билетов в концертный зал «Заряди» на 29 ноября. На исполнение музыкальной драмы «Рождественский пост» композитора Сергея Ахунова. Мировая премьера. Дирижер Валентину Рюпин. Пишите о своем желании принять участие в розыгрыше под этим видео. Не забудьте, что без QR-кодов вас на концерты не пустят. Подписывайтесь на наш канал здесь и в Телеграме. Все ролики дублируются в Яндекс.Дзене. В заключение, как обычно, настаиваю на торжестве высказывания великого философа Джона Стюарта Милле. Лучше быть недовольным человеком, чем счастливой свиньей. Лучше быть неудовлетворенным Сократом, чем довольным всем глупцом. И если свинья и дурак с этим не согласны, то только потому, что ничего другого они не знают. До новых встреч на канале Сумерки Богов. Субтитры создавал DimaTorzok